5 сентября в село Шоршелы приехали гости со всех районов республики и не только. На площади в мемориальном комплексе состоялся праздничный митинг, посвященный 86-летию нашего земляка, героя Советского Союза, летчика-космонавта Андриана Николаева. 53 года назад Чувашия удивила весь мир. Простой чувашский парень, уроженец села Шоршелы, совершил беспримерный подвиг. Полет космического корабля «Восток-3» навеки обессмертил его имя. И сегодня исполняется ровно 86 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта и нашего земляка Андриана Николаева. В селе Шоршел в мемориальном комплексе, несмотря на погоду, собралось множество людей. Я хочу сказать, что очень и очень рад и доволен отношением здесь, в Чувашии, к Андриану. Андриан этого действительно заслужил. Он был не только отличным космонавтом, не только отличным человеком, он был патриотом и Советского Союза, и, конечно, Чувашии. И я радуюсь тому, какое отношение здесь Чувашии, Андриану и вообще к космосу. В такой знаменательный для всей республики день памятными медалями Андриана Николаева наградили тех, кто внес большой личный вклад в развитие космонавтики и увековечивание памяти нашего героя. Он всегда говорил, будьте достойными своей Родине, любите свою землю, любите своих родителей, уважительно относитесь к старшему поколению. Я благодарен всем тем близким родственникам Андриана Николаева, благодарен всем тем людям, которые любят свою Родину и занимаются вопросами военно-патриотического воспитания молодежи. Руководитель региона также посетил и село Октябрьское Мариинско-Посадского района. По программе переселения граждан из аварийного жилья семь семей получили ключи от новых квартир. Быстро построили. Квартира достаточно удобная, нравится. Надеюсь, будет теплая. Ждали, наверное, год, но не больше. Вы знаете, что почувствовала? Наверное, радость. Потому что у всех дома, тут квартира, все есть, с отоплением и все включено. Поэтому, наверное, это первое, что я испытала, это, наверное, радость. Временно исполняющий обязанности главы республики зашел в несколько квартир и посмотрел, как они благоустроены. Мы по факту в 2017 году завершим программу переселения жителей семей с аварийных домов. Вот сейчас посмотрел, как детишки в квартиру зашли, другую квартиру, где и удобство хорошее, и колонка стоит газовая, и отопление уже включили, потому что прохладная погода и ванная, и душевая. Конечно, они рады. И они говорят о нас добрые слова, это дорогого стоит. За это можно работать, за это можно служить народу Чувашской республики.